Буста катастрофа, только селезнёв мани, а? Можно, блядь, указаться правильным, аристократным. Я вот так сел в раздевалке и плачу, тёп. Смотрю, у меня так вот стекло пьёт, милиция. А я вот так сижу, я не понимаю, где я накажусь. Ну, я ему сказал, говорю, брат, у тебя в Википедии нет, у меня телефон нет, я забил своё имя в Википедию, у тебя у меня телефон вирус. Все времена уловили, короче, и находили в таких местах, селя. What are we doing tonight? What do you want? This is your choice. Пошли в ринг, а я тебе справа загашу. Можешь, блядь. Можешь? Sorry, sorry. Поповел, солёжка. Поповел, солёжка. Поповел, вообще, вот такая тема. Пока сел вину найдём, уже есть не захочется. В поисках сел вину. Ха-ха-ха. Дай один каштаз, братан. Братан, не обижу, ё-моё. Слышь, он сладко скажет. Селя, мы не идём за тобой. Все вокруг зожники. Что тут Селя забыл, я не знаю, чё. Рекадаж, блядь. Дай бублик. Дай бублик. Дай бублик. Клубника. Бурса скоро, а? Ну, Динамо Киев, ёп, нахрань. Ну, Динамо Брест. Динамо Брест. Динамо Брест. Давай этот, кебаб не один, братан. Бурса катастрофа. Сколько Селезнёв мани, а? Селезнёв мани, а? Да-да, это я. Давай, на Селезнёва, на Селезнёва. На Селезнёв. Селезнёв, хорошо? Селезнёв, всё. Селезнёв, да. Всем привет. Из Бурсы. Вы на канале Миля. Купил себе шаурну, иду завтракаю. И Селю не нашёл на рынке, потому что здесь пиво не продают. Только продают кока-колу и айран. В общем, будет весело. Еду скоро к своему любимому другу. И будет обед, а уже очень скоро. Так что любуюсь рынком, местными пейзажами. И, кстати, неплохой кебаб. Чао, увидимся скоро. Кузьмич! Замёрз уже! Ждём! Дождался я её ночью. Дождался. Я прошу прощения. Прошу прощения. Ну что, все готовы? А где остальные банда? Поехали на море. Мы с соседями поболтали. Хамончик, всё с Испании. Ну что, всем здорово из Бурсы. Наконец-то я видел своего друга. Немножко задерживался, опаздывал. В общем, Жек, здорово. Здравствуй, Артем Владимирович. Здравствуй, Артем Владимирович. Здравствуй, еще раз. Мусенька моя. Как дела, Женька? У меня супер, брат. Шикарно. Кто-то мне завез, расскажи лучше. Я, блядь, если честно, сам первый раз, блядь. Мне посоветовали хорошее место, блядь, море. Хамончик по бокам. Хамончик сейчас подвезут. Хамончик вообще знает. Брат, в Испании всё привезли, блядь, в лучшем виде. Я сказал, ты только... С Малаги? Да, только доедь. В лучшем виде всё привезут. Только главное доедь. Угу. Ну, ты, слушай, набрал ход нормальный. Забиваешь. Как пароход, блядь. Выйдете в этом году или нет? Брат, я уверен в всё. Да? Я уверен. Есть чуйка, да? Блядь, даже не есть чуйка. Я не знаю, я тренеру это сказал. Вот после тех слов, что, блядь, он первый пришёл. Сказал, первый тренер, который был здесь. Я не знаю, какого хера меня сюда изначально брали. Он, блядь, ни разу шанса, блядь, первый одиннадцать не дал, Тём. Потом пришёл второй, первый, ну ты в Турции играл. Все вместе на завтрак, все вместе на обед. Но это же не твоё вообще. Брат, вот приходит первый тренер и говорит, ты сразу капитан. Первое, блядь, что он мне говорит. Мы сейчас играли с тобой в 2010, блядь. Мы вас обыграли в Турция-Украина, блядь. Ты тренирован был. Да. Говорит, мы с тобой играли, блядь. Он играл в Кубове, что? Он, блядь, капитан Башик Таша, блядь. Он играл, блядь, я не знаю, 8. Он с Лучевским, у него тренер был. Блядь, сильный штрих, он сильный, блядь. И как мужик сильный, и как тренер сильный, знаешь, он как человек хороший. Говорит, первый пришёл, так, ты капитан у меня. Она, когда его приставляли, я не приехал, просто. Я был в Стамбуле, блядь. Я говорю, блядь, простите, блядь, задержал. Что было, конечно, важнее. Блядь, но у меня там встреча была. Вот, понятно. И что? И он мне говорит, я там знаю, ты, там, у тебя есть какие-то проблемы с дисциплиной, у меня нет. Он говорит, ну, можешь не вставать назад. Делай, что хочешь в этой команде. Я тебе верю, доверяю, только, блядь. Не увидим, я суперлег, говорю, брат, я лучше сдохнул. Ну, я тебя выведу, блядь. Я на тренировках, я кайфую, блядь, знаешь, вот это, блядь, ощущение, когда ты, блядь, кайфуешь от футбола. Блядь, это реально круто. Ты так как ругался, так и ругаешься, блядь. Брат, а что делать? Ну, скажи, знаешь, там можно, блядь, казаться правильным. Я не знаю, аристократ, голубых кровей. Ну, ну, практически все в этой жизни сейчас. Ты же макеевки, ё-моё, голубых кровей. И самых голубых, сам что не есть. Папа шахтер, блядь, дедушка шахтер. Ну, то, что мать, ты знаешь, может, уже рад тебя сильно увидеть. Я, честно, не ожидал, что ты приедешь. Мне было приятно. Очень приятно, когда мне сказали, что ты приедешь, мы с тобой созвонились. Ну, может, с тобой нам две секунды созвониться. Брат, да, брат, нам созвониться не надо было. Я еду, все готово. А правда, что было, типа, мол, что вы в дохе взяли такую какую-то, эту... Брат, ведро, я олив. Блин, опять ты, блядь. А он везде, блядь. Ты понял? Вот так мы с ним познакомились. Короче, два шахтера, я, Пиво, Пивненко. Пивненко, серый, Пиво, да. Олив и Дима Воробей. Это первый выход был, блядь. Динамо Киев, шахтер. Блядь, я в дубле. Нет, тогда еще не было дублей. Шахтер 2, Динамо 2. Шахтер 2, Динамо 2. Первый выход был. Воробей был замешан? Мы первые сначала без ведра вышли. Воробей, Дима. И третий раз мы вышли с этим ведром. Второй раз мы вышли, ведро такое, блядь. Олив говорит, сейчас я принесу. У меня денег, зарплата по 200 долларов. Приносит, блядь. А что ты рассказываешь? В шахте тогда было, шахтер 2, я получал 300. Ты уже платили нормальный банк. Я еще в шахтере 2 был. Я в твоем доме был. Это уже потом. В кинозале спал. Положил меня в кинозале. Я за ним заскучился, он приехал поспать, блядь. Ну ладно, ладно. Ты, пиво, Кен, понятно. Дима Воробей. Мы что-то пошли где-то полазили всю ночь. Пришли выпившие, обыграли кого-то. Я уже не помню. Первую игру мы кого-то обыграли. Этот, блядь, шляпа забил с 30, блядь. Я думал, блядь, пиздец, куда он его лупит? Смотри, залетает. И второй раз самое главное. Все, сейчас я принесу. Говорю, Сань, у меня денег нет, блядь. Пиво, что-то включился в систему платежа. Все, приносят два литра вискаря, блядь. А я так смотрю на этот вискарь, блядь, он стоит больше, чем моя зарплата, блядь. Ну, блядь, шляпа приносит ведро, блядь. Сус еще был, Сытник. Второе второе. Саня Сытник, Воробей. Шляпа, я, пиво и Шевчук Сергей. Как сейчас помню. На строих вызвали шахты. И вот это ведро они наливают, это все вискарь. Что, обычное ведро? Ведро, блядь, железное ведро, блядь. Туда лед приносит, только попросили большое. Вот где лед приносит? Вот туда налили ведро с ледиком, колки туда. Вот так под ручку, блядь. Молодежь, конечно, была. Да это, блядь, даже дети были. Дети, да были. Мы не понимали, что мы тогда делаем, знаешь. Мы просто не понимали. Ну, через все надо пройти. На самом деле, да, это весело. Ты знаешь, нечего скрывать то, что было. Сейчас, знаешь, заходишь в номер, там играют в Sony Playstation. Может, ты и правильно, может, все профессионалы стали. Ну, для меня, я не знаю, я приду. Поколение другое. Уже поколение другое. 15 шахта Динамо Днепр, они собрались в курятнике. Ну, да. Ну, вот скажи, если мы не встретились, первый день приезда никто никогда не отменял. Вот мы сели, шутки, смех. И без ужина, помнишь? Никогда. Так причем тренера так же. Без ужина, да. На ужине вообще не напереде не больно. Только Семгачку. Фоминичный, или как его? Как его ты назвал? Федор Говна, Федор Говна! Кугочка у меня, он, с флешкой. И флешек грифутовый. Скажи про Малагу. Брать, честно, я об этой... Я ж ты видел, помнишь? Тем, да, помню. Прекрасно помню. Встретились мы однажды. 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 На полях в Марбелии. Тем, честно, я пришел, это, наверное, одна из моих ошибок. Но я уже так не считаю связи моих событий. Поэтому... Я пришел туда, я должен был идти в другие клубы. У меня были другие разные предложения. Но я поверим людям... Тём, тебя было это старать там был, да? Тём, меня отпустили в Галат. Ну, можно было и туда подписать. Но знаешь, что меня заманило? Я думал, на старое стиле я закончил в примере. Против Реала Барселоны. Ну, так получилось, что... Мне сделали очень хороший зарпад. Не, ну, хороший город, там я не знаю. Хорошие тренировки-то можно поесть. Поехали где угодно с командой, и ты даже руку не дали. Из-за того, что у тебя самая большая зарпада. Но это тяжело жить. Мы все там смотрели, как ты или что, я не знаю. Ты знаешь, что... Ты знаешь, что нам допустим. Ты взять за тренировку. Усу, он играет, и я как, ну... Да 11 раз за тренировкой, когда мяча додался. Я даже на тренировках для дня мяча не получил. Вот просто бегал. Ну, дошло время до того, как... Мы там играем в футбол до сих пор, да? Ну, что значит, к кому не здоровались? Ты условно. Приходит за тренировку, допустим. Нет, брат, ты не приходишь, не говоришь, привет. Не даешь каждому руку. Зашел он их. Ну, чтобы кого-то ждать, влить это, я не знаю. Да как идите в школу. Как идите в школу. Да там было 2-3 человека. Это вратарь манер, там еще пару-тройку человек. Остальные, брат, честно, это... Я не знаю, я не смогу такой жизни жить. Я лучше не буду жить, я не знаю, не буду играть. Все лучше, допустим, в той же Турции быть, да? Брат, ты не понимаешь? Тут, если ты кому-то не нравишься, они хоть это будут показывать, что ты им не нравишься. Они могут тебе первое время врать, когда ты результат приносишь. Но потом, когда ты не нравишься, они тем... Ну, ты это увидишь. Там такого нет. Там ты получаешь деньги. Да, там Малага, болельщики, город, солнце. Ну, понятно. Но у тебя нет футбола. Брат, и когда тебе говорят, бегай и бейся головой, они играют в футбол. Я думал, в Испании это футбол. Не, брат, там надо бегать, биться. Головами, лбами. У тебя нет этого удовольствия. Ну, я понимаю, да. И потом у команды проблемы я приехал, мне сказали. Брат, мы не можем тебе платить такую зарплату. Ну, не можем. Мы не вышли, вышли. Они поставили все деньги, чтобы выйти, понимаешь? Мы не можем. Они меня купили, они... Там еще пару человек взяли. Дали, блядь, хорошие деньги. Ну, мы не можем. Ты будешь сидеть два года по твоему контракту. Ты будешь сидеть. Ты будешь получать там деньги. Мы тебе даже заявку не знаем. Он бы стал у меня забрать футбол. Он бы стал просто взять и мне такие слова сказать, чтобы забрать у меня футбол. Я мог сидеть и получать деньги. Два года. Слежного ты бы забыл. Может быть даже я бы я не знаю. Забыл как человек. Я не знаю. Я бы я не знаю без футбола. Человек этим не знаю. Брат, я не знаю, что делать без футбола. Я просто не знаю. Ну и тогда, после этого, Турция, проблемы. Кубок выиграл в команду здесь. В Турции брать кубок и суперкубок. Приходит, блядь, Галата Сарая. Прям на клуб. Письмо, что мне говорит президент. В этот клуб ты не идешь даже за 10 миллионов. И выключай телефон. Деньги до закрытия трансферного. У меня просто я к чему и говорю. Лига чемпионов. Мы попадаемся в группе Шальке, Конопа, Смол, Локомотив. И я Галата, если переходил. Друзья твоего. Вот пристал. И меня говорит. Извинись за выражение. Я вот так сел в раздевалке и плачу. Я реально заплакал. Тридцать тридцать три года. У нас много куда не отпускали. Тём, я понимаю тебя в Интер. Я это знаю. Многих футболей в Интер? Да. А куда? Не знаю. Я про Интер не слышал. Я говорю. Много футболиста куда не отпускали. Мы же знаем. Тём, это сарай в команду, который ты болел с детства. Блин, Тём. Но это реально. Но это чуть по-другому. Тём, Лига чемпионов. Ты выиграл с команды два кубка. Думаю, должны были уважать. А мы сейчас играли с ними на выезде до этого. Мне кажется, только карту дали. Чтобы ты понимал, меня начали свистеть. А я не понимал за что. Я реально не понимал. Я забил гол, Дим. И безумно был счастлив. Нет. Я тебе прекрасно понимаю. Я ещё не понимаю за то, что, допустим, тебя Шево не вызвал в сборную, да? Когда забивал вот в этой... Четыре игры три гола в этой команде, да? Ну, я тоже. Я много чего тоже могу не понять. Понимаешь, Сель? И мы действующие футболисты. Иногда уходят, знаешь, какие качества человеческие. Может, кому-то нравлюсь как человек, может, кому-то не нравлюсь. Ну, ты знаешь, меня никогда никого не предавал и предавать не собираюсь. И за спиной я никогда говорить не буду никому. И всегда я лежу в лицо. Я не знаю, почему он играл. Он меня обиделся. Вот, честно, я не знаю. Вообще не понимаю. Мы вместе с тобой сейчас с ним играли. Ну, у него своё дело. Я просто после... Ну, мне тоже играли. Ну, блин, ну... Мы с ним общались. Он тренер. Он великий футболист. Ну, реально, великий футболист. Мы это все прекрасно понимаем. Нам до него ещё как до неба. Да. Ладно, давай чё про... Про... Про Монако. Про Монако. Про Монако, например. Ты помнишь, как ты мне кричал? В Приватбанк звонил мне, что тут яхта была сейчас старая. Как у Мелески. А? Ну, было, а это я только-то... Алло! Алло! Селезнев! Где Мелески на Ярте? Что-то там? Поставьте мне такую. Рядом. Рядом. И ещё отель. Говорю, вот здесь номеров хочу жить. А мы жили... Мы поехали ещё подальше от Монако. Мы же катались, по-моему, там что-то, да? Мы катались, и я... А ты, мы с тобой с тобой собрали. Ты в Монако. Ты щеклян. Эээ... Мы с тобой созвонились. Давай увидимся. Давай в Буддабаре, да? Мы увиделись? В Буддабаре. В Буддабаре. Сначала. Сначала в Буддабаре. Потом... Сейчас песня вышла. Можно иногда покинуть город. На яхту. Ну, конец ты помнишь сам. Где мы с кем заснули. С тобой. Двоём в обнимку. Ха-ха-ха-ха. Чудо-ночка, Вова. А это ты что? Когда мне заходят, говорят. Слышь ты. Вставай. Не, как же... Я уже не помню. Как я сказал. Сам факт, что... А ты ехал в Каны, по-моему, чуть дальше ехал. Я уже, да. Знаешь, когда смешались кони, люди. Я сказал. Я сюда не уеду. Причём за это яхта тут в моей жизни. Кстати, что за вино? Брат, Урла. С Измира вино. Ну, красная. Я после Испании, я бокальчик могу выпить. Вообще, с удовольствием. Приборщим. Под мясо, под рыбку. Хамончик сейчас, тем более, подвезли. А чего смешно, брат? Бокальчик слон. Брат, я же не могу сказать рюмочку. Слушай. А почему нет? Ну, красная, что здесь плохого? Нет. Для сердечка. Чтоб ты понимал, я не знаю. Ну, я думаю, у тебя так же. Уже не тот возраст, когда ты можешь лупануть так, блядь. Виски лупасит? Я забыл, когда виски пил или водку. Вино – да. Ай, ладно. Вино – с удовольствием. Отходнять потом, да? Тоже не отходнять. Так трусит. Трусит? Раньше, знаешь, говорили, можно было пить 4 дня, 1 день паузы. А сейчас пьёшь 1 день – неделя паузы. Нет. Чтоб ты уже вспомнил. За Мазерати, брат. Когда ты купил себе болид, богатиза болид купил. Это ручечка, блядь. Помнишь? Она поднималась. Поднималась, так маленькая. Да. Ты первый купил, я помню. У тебя 4-дверная была. Да я прилетел с Эстонии. За сборку ты был тогда, нет? Стой, а как сарали? Ганоль, гусь забил и этот, и Алич. А не рыба стоял? Может, ты рыбы стал? Я прилетаю, короче, ну, домой, всё. Да, был. Да, был. Себе нахватывает выходные были. Не, Владимир. А, точно, может быть. Да, да, да. Зато мяч. Потанушки. Вот, если летать, я вспомню фразу, как же мы последовали. Он был первый вызов в сборную. А что ты сюда приехал? Так будешь меня вызвать? Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Сигаретка, кофе. Так вот. Сидим мы, короче, дома у меня. И... Выходной есть, ну, после сборной. Выходной есть. Ну, обязательно. Сидим, а поздно прилетели, короче. И у меня такой же звонок, короче, в эту дверь, знаешь? Ага. Звонок в дверь и этот, уборщик там, который там убивает. Там, здравствуйте, типа, доброе утро. Типа, у вас машина горит, типа. Время было. Да нельзя. Пол седьмого, может, больше. В 7 утра, короче, говорит, у тебя машина горит. Я говорю, слышишь? Какой еще не ложился? И... Я ему говорю, типа, мол, слышишь, что ты рассказываешь, да? Я закрыл дверь. Ну, и дальше пошел, дальше сидеть. Он опять звонит. А ты думаешь, у него белка, да, брат? Заскочила в гости. Какая машина, как он может гореть, она стоит? Я говорю, он у меня под домом думает, блин, как она может гореть. Он опять, типа, мол, молодой человек, там, Артем, там, у вас машина горит. Я не шучу. Я смотрю, слушай, думаю, что он несет дым. Ладно, короче. Опять пошел, если что, я не помню, за стол. Смотрю, что-то с этого балкона дым идет, да? Я думал, что за хрень, короче, начал спускаться, короче, и в итоге сгорел там двигатель, короче. А ты же расхорячил, да? Брат, ну, я не знаю, это было после того, как у тебя... А я купил, короче, ты купил, потом еще Ермоленко купил. Да еще бы пошли за мной, да? Ермола белую купил, четырехдверную. Я после тебя купил... Я не помню, у меня ровер было, я не хотел... Да, раньше ровер был, я уже не помню. Каен, потому что столько машин было. Я захожу, думаю, в Мазерати, блядь. Тёма, думаю, ну, блин, пока молодой, думаю, ну, че они покататься? Ты в Днепре покупал? Я покупал в Днепре, да. Я зашел, купил Мазерати в двухдверном. Я возвращаюсь в шахту, и опять Олег Владимирович, тут после этого, после Праги мы прилетаем. После Чехов, когда 4-0 сгорел? 4-0, блин, так грустно стало, что-то. В смысле? Ну, брать, 4-0, меня выпустили 2 минут, вроде ничего ты играл. Чувствует Слава, что в Чук играл. Да, но он не играл, бегал. Играли чехи тогда, брат, играл Томас. А мы ещё помню, Томас, там, чешского пива в самолёт. Наверное, Леонида самолёт тогда дал. И мы полетели назад. А вы, типа, в шахту отдельно полетели тогда? Да. Пацанами, да? Да. В шахте там человек 7 у нас был. Мы полетели назад. В караоке что-то заскочали. Поехали, на следующий день потрянялись. И тут я встретил друга. Мы с ним играли, он директор академии шестеров. Ну, не директора, а тренера академии. И мы что-то так взроснули. А у нас заезды сейчас сидим. Я что-то, я не знаю вообще, как я до этого места доехал. Хоть честное слово не знаю. Тём, я просто смотрю, у меня так вот стекло пьёт, милиция. А я вот так сижу, я не понимаю, где я нахожусь. И мне открывается окно. Ну, как обычно, да? Перемена мест, да. Не бывает. Я так смотрю, у меня за эти деньги, блин, подходят. Я тавлю, по-моему, она была вторая или третья. Я ему так даю 2 тысячи долларов. Долары были. 2 тысячи долларов. Он так приходит, ключи приносит. Спасибо Жене за подарок судьбы, что я ему машину поменял. Да, я продал и потом купил новую. Мазарите, у меня тоже была другая. Ну, не знаю, что-то на Мазарите почти подсел. Спасибо. В Турции же выходных немного в перерыве. Ну, когда-то Новый год. Слышал, ну, ты Новый год нормально провёл. Тема. На водичке. На водичке на Турсковецкой. Тема, вот честно? Ну, вот не поверюсь. Лучшего Нового года у меня в жизни не было. У меня определённый период жизни, знаешь. Я поехал. Каждый час ты гость постоянно туда ездишь. Я не первый раз слышу. Второй раз. Второй раз. Да, у меня други живые люди. Первые тоже помню. Ты можешь знать, здесь такая певица Мила Нитища. Певица Мила Нитища. Певица Мила Нитища. На инстаграм есть? Есть, брат. Есть. Ну, песня поёт. Ты ему счастливый самый-самый. Любимый самый-самый. Ну, я тебе покажу потом. Надо заниматься. И тут Новый год. Я думаю, сейчас на ведущий марафет. Оно там выступает или что? Подожди. Вот я тебе поясняю ситуацию. Первый день. Я захожу в парикмахерскую. Одни бабы. Три бабы. Я захожу с шампусником. Всё. Новый год. С бутылочкой. Турсковце. Турсковце. Вот сейчас. С бокальчиками захожу. Говорю, блин, куда я попал? Ну, мы с бабами. Себе с бабами. Ну, знаешь, мне не интересно, знаешь, поболтать с кем-то. Я говорю, ну, она сидит справа там. Я не вижу ни кто, ни шо, ни лица. Я даже, ну, я её в глазах не в жизни. До этого не видел. Знаешь, как я к украинской музыке отношусь. Я говорю, бах, мне с шампусиком смотрят. Да не, мне выступать. Да просто, куда тебе выступать? Серьёзно? Тут выходишь на сцену, блядь. Я так смотрю, она. И, знаешь, так песня поёт. И ко мне обниматься. Блядь, а мне так приятно стало, знаешь. Это всё так просто не наиграно. Знаешь, раньше ты думал, когда ты там семейный человек, ты думал, что как поступить, чтобы плохо не подумали. А сейчас думаешь, блин, как классно. Трениров у нас были, много трениров у тебя, у меня. Ну, за кого говори название? Бля, Тудор был. За общего. За Тудор был. Давай ты расскажи. Давай, смотри. Я, короче, был в Хайдеке, когда сто лет не играл в футбол, полгода где-то. И пришёл Хайдек. И он мне, знаешь, всё время… Мы как привыкли? Ну, типа, условно говоря, там же заездов не было. На следующий день. На игру раз, да? Ну, на игру приезжали за три часа там. А перед игрой всегда был на стадионе ужин. А мы же как привыкли? Ну, типа, ну, там можно бокальчик выпить, там пиво маленький, там, второй, чтобы аппетит пришёл. И потом этот… И потом на ужин. А у них так принято. У них должны сначала поесть. А потом? А потом, да. Я говорю, я… Не могу так? Я так не могу. Он говорит, ты будешь кушать, типа, лимон? Я говорю, я в городе поем. Он говорит, в смысле в городе? А что у тебя здесь невкусно? Я говорю, не в этом соль. Ну, короче, меня не догонял, знаешь. Ну, не понимал, условно говоря, что я хотел. То есть, он хотел меня заставлять всё время есть. А я говорю, я там сам себе поем, как бы, условно говоря. Вот. Но! В один прекрасный день. Так. В июне. Он говорит, Миля говорит, я уже не тренер команды, ну, как бы, я уже буду уходить. Говорит, у меня есть яхта в Хорватии. Говорит, поехали, говорит, ну, прокатимся, типа. Светил клоу. Светил клоу. Классно было сутки. Классные. Сильные были, да? Нет, я прихожу и говорю. Он говорит мне, то есть, Миля, там, завтра там встречаемся. Да. Условно говоря, там, 9.30 на пирсе, у меня там лодка, там, туда-сюда, всё организованно. Я говорю, просто нет, что брать там с собой, там, ничего не брать. Он говорит, ничего не бери. Я говорю, алкоголь там брать? Нет, нет, ничего, слушай. И в итоге, прихожу я на этот пирс, и он там сидит, короче, условно говоря. Сейчас ещё один тренер. Второй или третий? Нет, второй, поможет. Мы заказываем, типа, мол, кофе. Сучка, сучка. Сучка, был ты, да? Нет, не было. Вот. Мы заказываем кофе, как я думал. Короче, Тудор заказывает там два по сто каждому. Это 9.30 с утра. Вот скажи, как за такого тренера не играть? Как за такого тренера не выпить? Не, на самом деле, круто. Да, мы там поехали по астралам. И сразу как аларм просыпается, бейкал. Потом этот джетский, и, ну, было круто. Очень круто. Вернулись поздно. Вот расскажи, как я не знаю. Мне кажется, он такой же был и такой же ассайз. Смотри, я честно. Как у тебя было с ним? Он мне звонил, там, с актера я уходил. Карапюк, я даже название такой команды не знал. А, это как раз ты только уходил? У актера, да. Мне хорошую зарплату взяли, мне было бы заняться, куда? Главное, от Фонсеки. Это было самое главное для меня. Тём, я никогда не понимал, ну, как тебя приучают залаживать, стучать. Стучать? Тём, ну, ты опаздывал на минуту. Должно бы, кто увидел, сказать, вот он опоздал, занеси деньги. Да, ну, такого не может быть. В смысле? Не может быть. Я в такое не верю. Смотри, я тебе объяснял. Вот, допустим, мы с тобой общаемся, да? А, где они, Вася, где и Коля, там, любые такие. Вот ты приезжаешь на базу, 10-0-2, 10-0-1. Он представил меня. Я приду, скажи, в Милевске опоздал на базу. Ну, я бы такое сделал. Ну, ты бы, я не сделал. Ну, много, наше поколение не сделало бы такое. Это начинало. Потом начинало присоединить, дошло до такого, что начинается для нападающих открывание там, я не знаю. Ну, там, зоны, в усы, да? Ну, да. Там, 3-7 нападающих упражнений одно. Ну, ты говори, ты неправильно открываешься. А я открываешь так же, как в хел. Ты понял? Ты неправильно, это почему? Ну, я тебе сказал неправильно, даже не он, а там, третий тренер, я уже не помню. Ну? Я говорю, брат, на 180 голов открылся правильно, а сейчас ты пришел, мне оказалось неправильно. Меня взбесило. Кто ты такой? Ну, как ты? Ну, ты объяснишь, что ты хочешь? Как ты? Что ты? Куда ты? Нет, я сказал неправильно. Ну, я ему сказал, говорю, брат, у тебя в Википедии нет. Говорю, у меня телефон нет. Я забил свое имя в Википедии. Говорю, у тебя у меня телефон вирус. Кому? Ну, кому? Фонсек? Ну, а кому? Ну, ладно. Фонсека, фонсека. Я не говорю о нем плохо или хорошо. Я просто не понимаю, как можно было угробить команду после участка. Ну, я нечестно, я не понимаю. У меня участка были с вами. Условно говоря, с кем? С Десной? Ну, с кем? С Десной, Тёмка. Ну, ты, 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 ты понимаешь? Я за футбол не хочу гореть. Я за Тудора тебе говорю. За Тудора. Я приехал, ладно, я что-то сам спылил. За Тудора. Я приехал. На сборы. После Шахтера. Ты приехал в корабль «Бюкспо»? Нет, я приехал в Анталию первый раз. Я приехал в Анталию. Что-то в Анталию ко мне было? Нет, к нему на сборы. И он так знакомств с нами, все подписали контракт, знакомство. Ну, и сразу я и рыбой сижу. Ну, так. Так, я слышал, Клинцы пьет и... Знаешь, я понимаю, так сижу, я даже не встал. Рыба. Не-не-не, мы не пьем. Я говорю, ну, можно выпить. Ну, а ты видишь, чтобы я ход раз пил. Он так раз на меня. Угу. Значит, с ним можно разговаривать. Угу. Я говорю, что вам надо? Чтобы я пил или не пил, или вам результат нужен? Угу. Он раз так, еще дальше начинает разговаривать. Я говорю, я тебе слово даю, я при тебе ни глотка не сделаю, если ты не скажешь. Он встает и дает руку. Угу. Понял? Утром? Утром я вообще не ем. Никогда. Я не завтракаю. Омлет даже не ем. Вообще, я завтрак, я понял, я вообще спать люблю. Ну, ладно, там надо было, я хотел себя показать. Я просыпался, ну, мог там апельсинку, кусочек взять просто, чтобы не дальше спать. Ну, ради этого, ради этого, показаться. Ради того, чтобы показаться. Ну, понятно. Он приходил на обед салаты, чтобы сбросить вес. Он так смотрит на меня. Я говорю, нет, ты так не будешь делать. Я говорю, буду. Нет, не будет. Он начинает меня налаживать. Я говорю, тренер, я хочу тебе сделать результат. Я понимаю, что это за человек, ты понял, как ты говоришь, что он реально, он как тебя он взял на яхту, да, так он и меня, знаешь, как тебе сказать. Он понял, что, слушай, нет, такого не было у меня с ним. А я говорю, было другое, Артем Владимирович. Было другое. Было. Туда нормальный штемп, оказывается, да? Он сумасшедший тип. Сумасшедший, знаешь. И я так смотрю. Причала про него, что вообще писали, когда он в Ювентусе был. Вот это вот Монтеро, Юлиану и Тудо. Три человека, которые были неприкасаемы были? Неприкасаемы, которые были в этом. Ну, они вообще, как бы, их в этом, в Турине. Ловили так, да? Все времена ловили, короче. И находили в таких местах, селя. Тоже мы там не оказывались, брат. Мы там тоже были. Ну, давно. Знаешь, что хотел сказать? Вообще мы почаще должны собираться. Тём, знаешь, только у нас, ну, мы мы если бы собираться, то… Мы явно не в зоне пластичных, как это поколение будет играть. Это точно. Тём, я не только за. Кого собрать, скажи? Элега Анатольевича Гуса. Я. Ты. Ворону. Да. Знаешь, мы когда соберемся на кубок легенд каких-нибудь, знаешь будем где-то вот как ворона сейчас же выступает и но ворона придумать такой же такой сам не на этом поколении собралась дизельна которая могло и тренироваться и играть и бегать и гулять и смеяться и шутить и жить и знаешь самое главное никому не делать подлости для меня это настолько важно я смотрю за инстаграм слушать эту баллонку натягиваешь и пошел это тяжело кстати завтра выходим чтобы я буду я буду стоять я как хабиб пойдем не 8 назад спарринг был мне на всяку так сломали ты просто не понимает учу шутки хоккей нет я хоккей обожаю бокс я начал заниматься чуть-чуть у меня зал рядом тренинг русский сходим обязательно на олимпиаде там второе или третье место в пикини по моему реально круто не понимаешь какой драйв это что же он ты не понимаешь я стоял три раунда по пять минут первый до выдержал второй уже почти нет третьими с поймали снизу так апперкодом я просто я был шокер у тебя есть это не шлем есть нос не поможет мне в шлеме с поймали в нос не будешь бить я вообще тебе не буду на этих выйду оп 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 работа работа оп оп что по-инглише у тебя тоже нормально я тоже я подзабыл правда вот мы видели everything what 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 are we doing tonight tell me a what you want you to choice to do everything on my choice today night you have training tomorrow tomorrow is the pens is the pens of time training my friend it's four о куют хормистой Митинг? Нет, завтра мы начнем в клубе в 4 часов, я думаю. Я не помню, я не был программ. Я не был программ, но это не важно для меня. Некоторые люди... У нас много времени. У нас много времени. Но это не важно, что мы делаем в клубе. Первым мы делаем в боксе завтра, а потом мы идем в тренинг. И если вы хотите... Помните, мы связаны с другими. Как вчера... Тики-така. Мы не имеем тики-така, но... Ты мне последний пас... И я скоро. Немного для футбола. Некоторые люди не могут бегать. Для нас не бегать. Почему ты смеешься? Чё ты смеешься, блядь? Это мой английский, чё я могу сделать? Ты прикалываешься? Я нормально. Наверное, на правах хозяина, хотя не мой город, ну... Это твой город, ё-моё, ты что? Тём, да. Ты жалко, конечно, что не попал на игру вчера. Но я думаю, ты попадешь, дай бог. И я к тебе в Брест, это обязательно. Это исторический город. Я тебе сегодня сказал, что я хочу попасть. Давай, знаешь, за что мы выпьем? Для того, чтобы кем бы мы не были, сколько бы у нас денег не было, с каким бы вы статусом не ходили, мы всегда будем общаться друг с другом. И это надо ценить, любить, уважать. Настолько, насколько ты человек, я говорил это всем, и я никогда не стесняюсь, с каким-то сердцем. Как служилась карьера у меня, у тебя, у дяди Васи, у Серёжи, мне плевать. Я знаю, кто ты есть на самом деле. Я бы хотел выпиздать тебя. Спасибо, что приехал. Сели лаверды, знаешь, что хочу сказать? Мы можем не общаться, знаешь, часто. Мы можем там, кто-то кому-то позвонил, кто-то не взял трубку, кто-то там, еще там что-то, знаешь, условно говоря, ну, чтобы не было ни у кого бит. Потому что мы знаем друг друга настолько давно, и мы настолько друг другу никогда не сделали говна, и не сделаем никогда, понимаешь? Потому, знаешь, вот эти вот моменты, которые там иногда, ай, блядь, трубку не взял, ай, там. У меня бывает, честно скажу, Селя звонит, бывает там час ночи, два часа ночи, такое. Я тебя очень люблю. И как друга, знаешь, я, знаешь, твоё замечание очень было, ну, в тему. Как ты сказал, блин, Ключини, а почему ты про меня забыл? Я же тоже еще играю в футбол на высоком уровне. Так что, брат, я это помню. Брат, за тебя и вообще успехов. Спасибо большое. Успехов здесь, на турецкой земле, где угодно. В жизнь. В жизнь. Благодарю тебя. Братишек. А вот теперь закуси. Не-не, смотри. 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 Тебе сколько? Три-четыре в этом году, 35, я буду. В 20-го. Вот поэтому я поехал на новый год. В 20-го. Братис. Откуда ты помнишь? Ну, скажи. Вот честно. Мы не договаривались. Ты сам помнишь. Откуда я помню? А знаешь откуда я помню? 21 июля у воронина ворона да да ладно ты такой дальше дальнейшем не с дальнейшем тем есть план есть я не хочу говорить потому что тренером нет понятно смотри есть знаешь как это поколение я не смогу я понимаю я плохо неплохо я я понимаю футбол в какой-то может быть своей мелкой пространстве на пространстве я может быть в этом понимать может я не понимаю чего я еще не могу да понимать связи своей неопытности да в тренерском деле но я думаю тренер из меня не будет самый лучший а если не лучше ты никто это понимаешь ты был там ты был лучше и ты это понимаешь если 2 а есть только на медаль развода поэтому я знаю что я буду делать дальше разговаривали с григорием . козловскому баня будет ставить ну да манна против петрович привет в прошедшем днем рождения кстати миром богданович а кстати мы самого главного забыли а ну а ну туда смотришь я туда смотрю кент с днем рождения тебя сан саныч у него сегодня днюху сан саныч на 1 это же не селезнева помнишь такого я хочу поздравить с днем рождения другой кума и другу я тебе хочу пожелать всего самого-самого наилучшего и ты знаешь что в самых тяжелых ситуациях что можно на меня положить ну приедь ко мне в турцию будешь рядом я не могу приехать я еще бегаю здоровья столько не хватит печени так точно а сейчас тебя поздравит еще один раз друг еще один что сняли кент ну что вы тут собрались вместе на скажи подшога под хамончик его поздравлять берегах берегах гурсы какого-то моря блядь нюхать я помню всегда не забываю здоровье тебе главное помните ты знаешь остальное а остальное знаешь остальное приложится чё короче мы провисели сели уже начинает работать я на лапах силят так так работа работаем работа работа двоечка двоечка дайте сели как этого как этого медведя 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 давай давай сели в россии пошли в ринке я с этим справа не можешь блядь вот давай поработаем поработаем чё так ставить тихо перевез руку нет так я просто дайте закрой давай давай братишка ты что отпусти давай давай пошли в этот клич блядь а лево 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 не ваш лево я не могу братишка рад тебя видеть спасибо ты вообще спасибо что приехал я не ожидал когда узнал что ты настоящий мужик знаешь как пишет себя never get up never never да и я тебя хоть и мало у нас времени было ну знаешь я тебя всегда рад видеть буду в минске в бресте приезжай задохнулся в брестскую крепость приезжай ко мне я сказал что я хочу реально рад тебя видеть и удачи спасибо во всем просто спору твоему побольше голов выводи выводи в тупо лево вы были на канале миля сели ставьте колокольчики лайки подписывайтесь увидимся очень скоро чао феля машина и а и и и и и и Продолжение следует...